здравствуйте друзья у нас тут интересная история есть рассказано моим приятелем который владеет квартирой в кондоминиуме кондоминиум вообще это форма владения форма собственности вот допустим мы когда в москве жили у нас была кооперативная квартира но в кооперативе ты являешься совладельцем всего дома всех квартир поэтому там можно улучшать условия переезжать из квартиры в квартиру и так далее то есть ты как бы совладелец в кондоминиуме каждый человек является владельцем своего юнита своей квартиры в которой он живет он не является владельцем всего поэтому причем такая вот история значит дальше у него есть квартира он ее сдает жильцам здесь вообще легко сдавать в наших краях потому что здесь бумирующий компьютерный бизнес люди приезжают со всех сторон тут тебе google тут тебе microsoft тут тебе apple все это на пятачке и там много других компаний тоже в общем встает квартиру и там приключилась такая история значит в квартире вот чем отличается кондоминиум например от апартмент комплекс в апартмент комплексе стирально-сушильное оборудование находится где-нибудь в отдельной комнатушке и жильцы туда подходят там свои квотеры 25 центовые монетки так называют квотер вот их туда бросаются значит стирают сушат там все так и утаскивают домой в кондоминиуме как бы уровень культурного обслуживания выше и там это стиральное сушильное хозяйство стоит в квартире как будет в этой в доме вообще стирально-сушильное хозяйство занимает много места это большие такие машины стиральная большая и сушильная большая поскольку кондо там стараются место экономить то как правило я не знаю зачастую или как правило как как правильнее сказать там используют такие двухъярусные они поменьше снизу она стирает верху она сушит такие два значит вот это как буфет такой знаете достаточно узкий так он вставляется в такую нишку там подключается к вентиляции туда на выход в общем такое хозяйство вот это хозяйство машина сама стирально-сушильное что-то с ней произошло называется больше драйвер у нас на местном наречии что с ней случилось точнее случилось что-то с электроникой она перестала реагировать на наполненность бака водой там сначала кладешь вещи в стирку нажимаешь кнопку бак набирается водой потом начинает крутиться в общем и вот он этот самый бак перестал реагировать на уровень воды и соответственно вода продолжала течь разливаться там и так далее а люди знать как кнопку нажали там пошли может быть в магазин там или еще что-то в общем жильцы на ночь поставили стираться на ночь и легли спать и вот она всю ночь стекло да утром они просыпаются там воды по щиколотку там по всей этой квартире квартира большая у соседей снизу тоже проблемы ну и собственно дело бытовое никто так сказать и не там все живы здоровы но вопрос чем кто платит да вот это это очень интересный вопрос и мы ведем эту историю к тому как функционирует страховая индустрия вопрос кто платит естественно всякие владелец страховочка имеет потому что мало ли чего там причем страховочка недорогая но вот допустим я как человек который был страховым брокером я вам могу сказать что приличная страховка вот на кондоминиум такой может стоить в год ну аж там я не знаю 350 долларов очень прилично то есть покрывает все на свете и так далее в страховке есть такой необходимый элемент который как сказать играет важную функцию называется дидакта был дидакта был это сколько ты из кармана заплатишь прежде чем компания страховая начнет платить и тут как бы двоякую роль играет дидакта был потому что тот момент когда ты покупаешь страховку чем больше дидакта был тем меньше страховка стоит допустим дидакта было в 3000 например она может стоить там 220 долларов дидакта было в тысячу она может стоить 280 а скажем дидакта был там не знаю 100 долларов она может стоить я не знаю там 400 например советуют против это очень интересно советуют дидакта был маленьким не брать не потому что ты больше платишь хотя это тоже есть а советуют не брать маленький дидакта был чтобы не было соблазна с маленькими клеймами страховыми вот этими случаями претензиями чтобы ходить в страховую компанию с мелочевкой потому что вот этого страховая компания не любит это дорого стоит то есть тебе начинают повышать и так далее ты становишься менее желанным клиентом как бы статистика страховых компаний показывает что люди которые по мелочевке ходят с ними чаще случается и как бы они гораздо хуже финансово для компании так сказать действовать чем например нормальный человек который там норовит не обращаться по мелочи или сказать нормальный ненормальный вот такой для них это более нормальный который по серьезному обращается чем вот такой который там два раза в год приходит за сотни долларов или за двумя и вот дедактовал дедактовал у него 3000 что значит я хожу в страховую компанию только если действительно что-то катастрофично вот как бы смысл этого в этом состоянии то есть я по мелочи не хожу и действительно случай то у него и вышел катастрофичным потому что сначала когда это произошло он страховую компанию те пришли посмотрели и говорят ну давайте попробуем пол высушить пол паркетный давайте попробуем его бы себе залит то есть воду естественно давание убрали и давай сушить принесли такие вентиляторы специальные и вот они там дуют сушат ну тоже денег стоит от специальную компанию вызывает страховая компания что-то своих сотрудников не пришлет они кого-то нанимают те приходят там на всю катушку американцы профсоюзы там в общем все-все легитимное такое стоит денег они думают что они избавятся вот проблем просто высушив что подешевле будет чем например менять целый пол но дальше выясняется что не очень-то она сушит в том смысле что сушить может и сушит но паркетик это скрутился и в общем надо менять да а хозяин он как бы с интересом наблюдает ожидая того во что ему это встать а он не то чтобы бедный и и не то чтобы он норовит по дешевке отделаться такого нет как бы такой разумный человек это все таки его собственность он поддерживает в нормальной состоянии нормальном состоянии соответственно он хочет купить новую машину стирально-сушильную то есть ему говорят что можно поменять датчик но поскольку машине это или тоже там на 12 он думает ну и нафиг поставлю новый да значит машину надо поменять кроме того там еще какие-то косметические вещи произошли которые тоже надо подделать в общем ему это в конечном счете выходит тысяч эдак в 6 то есть вот не те три ну те три понятно а сверху на те три еще три уже из своих на замену там и той машины если там чего-то еще там набежала по мелочи а страховая компания в это время значит там договариваются с теми кто паркет переложит там материал такие материалы сякие даже начинается чтобы паркет был не хуже того что идея страхования состоит в том чтобы вернуть тебя в то состояние в котором ты был они они кто которые подешевле в общем как ни странно почему странно потому что если бы вот например мне нужно было или там светлана бы занималась таким ремонтом то мы бы конечно дешевле намного сделали чем страховая компания но страховые компании дешево не делают потому что там идут вот все накрутки которые существуют в индустрии вот страховая компания за них платит поэтому все как все у них гораздо дороже чем вот просто так договариваться в общем страховой компании учитывая ремонт внизу да и там же еще квартира снизу на самом деле там снизу сильно залило а под той которая снизу еще немножко залило там их как бы 2 пострадала в общем страховая комп страховой компании все это удовольствие вылилось тысяч в 15 вместе с попыткой осушить как бы вот а товарищ который владеет значит вышло где-то тысяч в и это продолжалось наверное эпопея месяца полтора вот я месяца полтора выслушал значит какие-то детали которые я даже не столько опускаю в моем рассказе их не помню вот я как как бы общую картинку только там освещаю вы представьте себе что вовлечены жильцы которые там живут и уезжать не хотят они хотят до сложность в чем этого ремонта еще было в том что жильцы не хотят уезжать а хотят жить в квартире страховая компания могла бы могла бы и должна была бы выселить их оттуда оплатить им там гостиницу но на счастье страховой компании они выезжать не хотят а хотят оставаться в этой квартире поэтому в общем тут как-то у них совпало желание было бы еще дороже в общем вот такие вот интересные аспекты всего этого дела вот я и так рассказал живую историю ну я наверное закончу вот какими словами очень часто люди думают новички может быть они только новички кстати думают что страховая компания это такая организация с бездонными карманами за счет которой поживиться не только правильно но и как бы сказать легко вот упал на ступеньках там большого магазина не знаю сэйфвэй вот упал там сейчас правда фиг упадешь там наждаком таким со всех сторон но не важно вот упал споткнулся там и давай там 100000 и тебе там отдают есть какие-то истории вот на этот счет что вот кто-то вот ему повезло упал в магазине в магазина хорошая страховка там баба вот и так далее но или там машины вот бьют есть такие любители они бьют машины периодически правда давно уже такого не было но я помню вот первые лет 10-12 пока мы тут были все время какие-то истории писали в газетах вот связанные с нашими соотечественниками которые там били машины и со страховок получали деньги но как были липовода обманом мошеннических мошеннических и там врачи были задействованы и адвокаты были задействованы и там сотнями там 600 700 человек людей чьи машины участвовали в этих мероприятиях там и так далее так что мысль о том что страховое мошенничество это не мошенничество ничего тебе за это не будет и как бы это легко и так далее это нелегко раз и за это бывает очень сильно два вот поэтому страховка не занимается тем чтобы за ее счет поживиться она тебя возвращает в то состояние в котором ты есть был до до этой самой аварии и это всегда упирается в деньги вот например если дешевле машину побитую починить ее починят если дешевле вернуть тебе деньгами сколько она стоила значит тебе отдадут деньгами сколько она стоила то есть это всегда такое сравнение идет вот что дешевле и чисто денежный вопрос чисто денежный но в общем они они обычно не пытаются уклониться от выполнения своих обязанностей хотя бывают пограничные случаи как какие-то которые могут быть но с одной стороны юридически не непрозрачными непонятными то есть там есть варианты но это редко поскольку там каждый день что-то происходит вот ну так чтобы уж совсем там явно пытались не заплатить я такого не знаю не помню так по наглому это трудно такое себе даже представить ну то есть если вдруг происходит то одного звонка там супервайзеру достаточно так что в целом работает достаточно аккуратная регулированная область так же как например банковское хозяйство отчета пробочка вот если он я вижу там машина стоит мигает что-то там произошло посмотрим ладно ребят счастливо